15 часов в дороге, за спиной несколько стран и тысячи километров. И вот украинские ребята из хора мальчиков-дзвеночек и девочек-вогных зажигают с самими Роллинг Стоунс на главной концертной площадке Вены. Ваши аплодисменты Киеву! Они проделали долгий путь, чтобы быть с нами сегодня. Спасибо каждому из вас! Спасибо! Большим европейским туром рок-коллектив отмечает 60-летие своей концертной деятельности. В австрийской столице роллинги выступают на бис с хоровой капеллой из Украины. Легендарные музыканты солидарны с народом Украины в войне против агрессора. Фронтмен группы Мик Джаггер остался в восторге от совместной работы с юными хористами, о чем и поведал на странице своего интернет-дневника. Мы здорово провели время. Спасибо, Вена! И отдельная благодарность украинским хористам-коллективам «Вогных» и «Дзвеночек», которые вместе с нами исполнили «You can't always get what you want». Британский рок-идол Гарри Стайлз в поддержке народа Украины пошел еще дальше. Эксалист One Direction передаст весь свой гонорар ряду благотворительных организаций, помогающих украинским переселенцам. Стайлза пригласили в рекламу беспроводных наушников известной американской корпорации. Музыкант участвовать согласился, но при условии, что его вознаграждение за съемку переведут Международному комитету помощи украинцам, пострадавшим от военных действий. Певец неоднократно поддерживал Украину на весь мир, выносил украинский флаг во время своих выступлений, декорации его концертов были в сине-желтых цветах. А над этим клипом для Стайлза трудилась наша соотечественница Таня Муиньо. Работу украинского клипмейкера высоко оценили западные критики. А это фронтмен американской инди-рок группы Imagine Dragons. На концерте в Берлине Дэн Рейнольдс уделил внимание своим поклонникам из Украины. У одного из них взял национальный флаг и не смог сдержать эмоций. Военное вторжение России на территорию Украины – это общая боль, заявил музыкант на концерте в немецкой столице. Почему мы не можем сделать что-то большее, чем петь песни в поддержку? Я чувствую себя беспомощным. Я читал ваши письма, ваши слова. Я знаю, что вы здесь, и эта песня для вас. Пусть ваши семьи будут в безопасности, и придет мир, который увидят ваши дети. Украинцы, пришедшие на концерт американских рокеров, не сдерживали слез. Imagine Dragons с первых дней полномасштабной российской агрессии поддерживают наш народ. Президент Украины Владимир Зеленский оказал американским музыкантам честь, выбрал рокеров одними из представителей своей благотворительной инициативы. Легендарные Imagine Dragons стали амбассадорами платформы United24. Группа будет продвигать направление медицинской помощи. А в 2018-м, когда коллектив впервые выступал в Киеве, Рейнольдс приехал в украинскую столицу вместе с родителями. Хотел разделить со своими близкими восторг от посещения современной и гостеприимной Украины.